Да, мне совершенно очевидно, что никакая Дарья Трепова не имеет к Украине никакого отношения, безусловно, потому что очень странно, чтобы вооруженные силы Украины как-то задействовали каких-то россиян в подобных мероприятиях, и вообще странная была бы цель, мягко говоря. Есть гораздо более высокопоставленные военные на территории Российской Федерации, просто по званию, да, по званию, я думаю, в Петербурге полно полковников, майоров, капитанов, которые тоже являются следительными военными целями. Но совсем другое дело, то, что произошло в Министерстве обороны Российской Федерации, и я бы не стал это недооценивать. Вот мы как-то пропустили эту новость почти все. Вы знаете, что на этой неделе в среду был пожар в Министерстве обороны Российской Федерации. А вот пожар в Министерстве обороны Российской Федерации я бы не стал списывать ни на что, кроме действия вооруженных сил Украины или сил спецопераций. А интересно, ну никто, конечно, нам не расскажет, а может все-таки долетел уже дотуда беспилотничек-то украинский. Много беспилотников выцеливали такие сладкие цели, извините за тавтологию, на территории РФ. Многие думали, куда же можно долететь. Вот Россия намечает провести, как мы знаем, 9 мая, это уже всего лишь через месяц практически, военный парад на Красной площади. И я уверен, что сегодня наша армия уже пристреливает Красную площадь изо всех сил, ну не стреляя, естественно, по самой Красной площади, чтобы заранее не портить праздник. Но пристреливает, пристреливает. Когда по Красной площади пойдут колонны с танками, ракетами, то это будет хорошая цель. Пойдут отмаршировать солдаты сразу много, плотным строем. Это будет Макеевка-2, которую можно устроить на Красной площади. И вот поэтому сегодня, мне кажется, что Министерство обороны не обошлось в этом пожаре без украинских беспилотников или каких-то сил спецопераций. Но знаете, я сомневался, конечно. Я сначала увидел фотографии, просто порадовался, подумал, интересно, наши, не наши. Но после объяснения, которое дало Министерство обороны, все сомнения у меня отпали. Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что причиной пожара в Министерстве обороны стал чайник. Чайник. Понимаете? Чайник. Какой, интересно, чайник стал причиной пожара в Министерстве обороны. До этого, как мы помним, они неудачно курили на крейсере Москва. Проводку у них замыкало несколько раз на разных складах военных, на нефтеперерабатывающих заводах. В Ростове, в Туапсе, в Брянске, в других российских городах постоянно замыкало проводку. Курили тоже сторожи, кто там еще курил, охранники, не знаю. Все курили неудачно, все бросали окурки не туда. Это были самые распространенные причины пожара на территории Российской Федерации. Было хуже. Эффект линзы, помните? Эффект линзы, когда через стекло просто случайно от солнца загорались цистерны с горючим, склады с боеприпасами. Казармы с личным составом загорались от эффекта линзы. И вот, наконец, чайник. Чайник, чайник, чайник. Конечно, когда нам говорят чайник, мы понимаем, что, видимо, да, видимо, на входе в Министерство обороны стоял какой-то часовой караульный чайник, который оказался чайником и пропустил нашего бойца спецопераций. Субтитры создавал DimaTorzok